1936-й, 13 июня, Германия, Гамбург. Солнечно. Мне 26. Я крепкий белобрысый немец. Стою в толпе таких же, как и я, рабочих верфи Блом энд Фосс. На правильном моём нордическом лице то ли ухмылка, то ли улыбка. Сегодня мы спускаем на воду большой красивый парусник. Нет, всё-таки это момент особый. Сейчас из-под свежевыкрашенного днища выбьют клинья. И белый новорожденный корабль скользнёт по стапелю. А через секунду впервые попадёт в свою стихию. И наши души, души корабела взлетят до неба Гамбургского. Там полетают и вернутся радостные. И ветер с них сдует усталость долгих трудов. Ведь чтобы смастерить такой кораблик водоизмещением в две тысячи тонн, пахать надо никак не меньше года. Ну всё. Лосгейтс, пошёл! И полетели души. А вместе с ними руки вверх взлетели. В так называемом римском приветствии. Ведь это же Германия, 36-й, у власти НСДАП. У нас подъём всего, что только можно. А на борту красавца корабля немецким по-белому написано «Хорст Вессель». И кажется, что невозможно сражаться с энергией момента. Стоит расслабиться, рука сама взлетит. В едином, так сказать, порыве. Да нет, ребят. Возможно, по-другому. Я ведь встану и не ору. Руки скрестил на груди, а на лице то ли ухмылка, то ли улыбка. Понятно. Новому кораблю я не могу не радоваться, но уж очень я не люблю этого. Тянь с нами, делай, как мы. Я не терплю, когда мне говорят, как жить и как ходить, когда и как махать руками, как любить. Всё просто. Я чистокровный немец. Ирма, жена моя, еврейка. А нас тут осчастливили законом о расовой чистоте. И по нему, чтоб не мутить германской крови, мне полагалось плюнуть на жену и растереть нашу любовь неполноценную, наших детей неправильных. Во имя Отечества. И чтобы на собственную задницу не наживать проблем. А я не плюнул, не растер. Со мной стали работать. С женой, понятно, тоже в лагере побывал. А Ирма и поныне там. Мне ждали шанс искупить вину, слившись с родным народом в едином трудовом и боевом порыве, так сказать. А я вот не сливаюсь. Стою, не двигаюсь. Молчу. Ловлю косые взгляды и улыбаюсь. Хоть понимаю, последствия будут. И они были. Меня сажали, выпускали, снова сажали. Ирму, в конце концов, сгноили в лагерях. Дети попали в приют. А я уже в войну попал в штрафной дивизион и сгинул где-то в Хорватии. Но все же кое-какой след в истории оставил. Вы, может быть, видали старый снимок? Нас, корабелов в верфи Бломендфосс, запечатлели в тот момент, когда Хорст-Вессель спускали на воду. Все с правой задранной рукой. А я один в толпе огромной стою, как человек. Руки спокойно на груди скрестил, то ли улыбаюсь, то ли ухмыляюсь, не поймешь. Просто потому, что в это мгновение я существую по-своему. А не как все. И, кстати, парусник тот теперь зовется Игл и ходит под американским флагом. До сих пор ходит. Недавно, в 2011-м, в Гамбурге его, может, было увидеть. Красавец. Тогда, в 1936-м, когда его спускали на воду, я так радовался. Густав Ландмессер. Человек, не вскинувший руки.